В прошлом году храму во имя иконы Божьей Матери Знамени в Кунцеве исполнилось 100 лет. Он был построен в 1913 году по проекту архитектора Сергея Соловьева в византийском стиле. Архитектора вдохновили христианские храмы Равенна VI века. Чтобы не нарушать композицию храма, в плане он напоминает равноконечный крест, колокольню построили отдельно, так, как принято в Италии. Храм украсили барельефами с древнехристианскими символами. Даже в советское время их не уничтожили, в отличие от всего остального. Церковь возвели на средства вдовы купца Василия Ивановича Солдатенкова, Надежды Григорьевны. Южный предел осветили в честь преподобного Василия, епископа Парийского, небесного покровителя купца. Северный предел во имя великомученицы Варвары, святой покровительницы первой жены Василия Ивановича. Оба они были захоронены в фамильном склепе, справа от входа в храм. Центральный престол осветили в честь иконы Божией Матери Знаменья. Это посвящение также не случайно, так как новую церковь строили на месте небольшой старинной церкви, которая была построена здесь в 1744 году. Александром Львовичем Нарышкиным, сыном Льва Нарышкина, который построил знаменитый храм на Нарышевском барокко, храм Покрова в Филях. После его смерти он разделил свое имение между своими сыновьями, и Александру досталось село Кунцево, и все со всеми его угодьями. И когда он приехал сюда, он понял, что жителям деревни тоже требуется свой храм, потому что те расстояния, единственный храм был, это был храм Покрова в Филях, и было далеко ходить, и он построил для местных жителей свой собственный храм, назвав его в честь иконы Знамени Божией Матери. Построен он был сразу, из камня, была пристроена деревянная колокольня к храму, освящен через несколько месяцев, Нарышкины владели Кунцевым 150 лет, и в XIX веке они уже обеднели и были на грани разорения. Тогда Нарышкины продают имение купцу Кузьме Терентьевичу Солдатенкову. Поскольку Нарышкины изначально обеспечивали храм всем необходимым, в том числе выплачивали жалования духовенству, то и Кузьма Терентьевич, хотя и принадлежал к старообрядцам, но православный храм не бросал, за свой счет ремонтировал, делал необходимые денежные вливания. В 1901 году Кузьма Терентьевич умер. Большая часть его состояния перешла его любимому племяннику Василию Ивановичу, которого он воспитывал после смерти его родителей. И уже Василий Солдатенков решает не просто перестроить храм, а заново на новом месте создать новый величественный храм. Сам Василий, к сожалению, не доживает до окончательного строительства храма. И в память о нем, в память о его деле продолжает строительство его вдова Надежда Григорина Солдатенкова. В честь своих родных она и называет два предела. В честь своей сестры родной Варвары она называет предел в честь великомученицы Варвары, покровительницы. А в честь своего мужа, любимого, называют второй предел в честь великого священно-мученика преподума Василия Исповедника, покровителя Василия. И вот она как раз и достраивает этот храм в 1913 году. Он был освящен великим чином. Освящал этот храм тогда еще епископ Трифон Туркистанов. Было много приглашено гостей, меценатов, важных лиц, которые здесь собирались. Освящение новой церкви состоялось 17 сентября 1913 года. По поводу освящения храма Надежда Григорьевна Солдатенкова устроила торжественный обед на 100 персон. Никто тогда не мог представить, что спустя всего пять лет прихожанам этого храма придется брать в храм на поруки и доказывать в Народном комиссариате юстиции свое право молиться в нем. А спустя еще четыре года в него придут, чтобы унести все те церковные ценности, которые с такой любовью приобретались для храма Нарышкиными и Солдатенковыми на протяжении двух столетий. Самой благотворительнице Надежде Григорьевне вскоре придется бежать из России, а настоятелю, протеерею Василию Гурьеву, который так много хлопотал о строительстве нового храма, придется покинуть любимую церковь, в которой он прослужил 41 год. В 1932 году по ходатайству командира части воздухоплавательного дивизиона, размещенному в усадьбе Солдатенковых, храм был закрыт. Было разрушено все, что можно было разрушить. Красноармейцы, думая, что здесь скрывается сокровище Солдатенковской семьи, миллионеры, буквально по кирпичику вынесли все из храма. Была разрушена замечательная усыпальница Солдатенков, которые хотели здесь сделать родовое гнездо, и перевезли даже специально прах Варвары Солдатенковой из Франции. Все могилы были раскурочены, все вытряхнуто. Как говорят очевидцы района Кунцево, когда они были маленькие, видели, как просто подъезжали грузовики сюда, и вместе с браморными саркофагами, с костями, все это увозилось на мусорку. Вреда они наделали, потому что вся красота, которая здесь была, была полностью уничтожена. Остались только старинные фотографии, которые Надежда Григорьевна, когда уезжала за границу, вот что интересно, она взяла не сокровище, ничего с собой, а взялась, наверное, самое дорогое. Это несколько фотографий своей семьи и альбом нашего храма. Командир дивизиона организовал в церкви клуб для красноармейцев. В дальнейшем в храме размещалась фабрика, лыжно-прокатная база с 60-х годов, спортивный клуб. Настоятель храма, протеерей Васильев Гурьев, перешел служить в храм спасания рукотворного образа на Сетуне. В сентябре 1937 года был арестован по стандартному вымышленному обвинению участия в контрреволюционной террористической группе и спустя всего месяц расстрелян на Бутовском полигоне. 20 апреля 2005 года архиерейским собором Русской Православной Церкви причислен к лику святых. И нам кажется, что он тоже радуется за этот храм, что он возрождается, что он действительно является жемчужиной кунцевской земли. 1991 год – это начало открытия нашего храма. Конечно, храм был в ужасном состоянии, был клуб ЦСКА, храм был разделен на два этажа, вместо усыпальницы была сделана сауна, из центрального алтаря был сделан кабинет, также было заложено центральное окно. Наш центральный алтарь имел три окна, то есть в честь Святой Троицы было заложено окно. Мы уже не стали это окно раскрывать, а сделали мозаику с одной и с другой стороны. И, конечно, первый настоятель, игумен Макарий, пережил очень тяжелые годы, все это тяжело доставалось, то, что была борьба не только за храм, но и восстановление церковной общины кунца, восстановление храма, то, что надо было все начинать с нуля, и то, что вы сейчас видите, эти иконы, здания, это все было сделано трудами отца Макария. И, конечно, мы помним о нем и повесим мемориальную доску, чтобы жители этого района всегда помнили тех священнослужителей, которые старались сохранить историю нашего района. В 2000 году храм осветил великим чином святейший патриарх Московский Есия Руси Алексий II. Прекрасные мозаики, которые украшают купол и центральную часть, это идеи нынешнего духовенства храма. До революции здесь были лишь две небольшие картины над правым и левым входом. Хрески сделаны в византийском стиле по эскизам хресок равенны. То есть мы специально выбирали и сделали под стиль нашего храма. То есть вы видите, что купол венчается спасителем, от которого идут лучи. В самом куполе находятся пророки ветхозаветные, и по углам расположены четыре евангелиста. Первые люди, которые приходили в наш храм, конечно, хотели хоть чем-то помочь храму утварью, иконами. И вот самые ценные иконы в нашем храме – это икона Иверской Божьей Матери, написанная на Афоне в XIX веке, и икона святителя Пантелеимона, тоже маленькая, тоже писана на 6 горе Афон. Перед иконой Пантелеимона по пятницам мы совершаем Акафисты. Это первые иконы нашего храма. Остальные иконы или покупались, или дарились прихожанами района Феледовыткова. Когда уже стали открываться храмы, народ обратился в свое прошлое, вспомнил, чем жила Россия. То вот эти иконы, многие иконы, стали возвращаться в храмы. Там как храмовые, чтобы не только один человек мог лицезреть эту святыню, но и все, у кого душа расположена. Это вот икона, на которой изображены многие святые. К нашему приходу был передан крест, объемистый, такой, полный, полный, честницей мощей. На обратной стороне этого креста написаны имена святых, которые заложены в основу этого креста. И по желанию прихожан, вот мы, чтобы как-то их увековечить, вот заказали икону, вот, и всех святых, честницей мощей, которых там перечислены, на этом кресте, мы их изобразили на этой, как говорится, иконе. Икона – это ведь отображение благодати Божией, которую святой воспринял в своем сердце. Восприняв благодать Святого Духа, передавал людям при жизни и оставил крест в памяти о себе. И когда мы молимся, встаем перед иконой, мы мысльно обращаемся к этому святому, чтобы он, как тот, помог нам в этой жизни правильный делать поступки, правильный образ жизни вести. У нас икона Серафима Саровского с честницей мощей. Одна из икон, которая была совсем черной-черной, и каждый период времени какой-то проходит, она все просветляется, просветляется, и уже раньше не было видно ликов святых, а сейчас она доступна нашему зрению. В нашем храме есть икона, обложенную Матроной Московской, и, что главное, с ее мощами. То есть многие наши прихожане могут даже здесь, не выходя из этого района, поклониться и возносить перед ее образом свои молитвы. Храм – это особое место. Когда человек приходит в храм, он совсем образ мышления своего меняет. Он не думает там о каких-то вещах, хозяйственных, еще хотя бы могут посещать эти мысли, но цель прихода – это обновление души, обновление своей совести, проверка себя, как ты поступал, как ты относился к порученному делу, к работе, к учебе, к гвалийским своим. И как вот перед зеркалом мы встаем, управляем, чтобы все у нас было приятно. Также должны быть опрятны наши мысли, наши дела, поступки, отношения друг с другом. И вот здесь, кажется, происходит часто переоценка своих действий, и человек все-таки освобождается от того негативного, что мир, жизнь порой заносит в его, кажется, душу. И у нас храм служит ежедневно, и утром, и вечером служба, и всегда, кажется, священник на месте бывает. Так что всегда рады будем видеть всех, кто пожелает прийти и соприкоснуться с той духовной жизнью, которую Господь оставил нам здесь на земле, которая, это ведь как храм, это как сионская горница. Здесь совершается литургия, совершается та божественная трапеза, которую Господь совершил со своими учениками и заповедовать его совершать всем нам. Богослужения в нашем храме совершаются каждый день в 8.30 исповедь, в 9 часов начала божественной литургии, в 17 часов вечернее богослужение. Доехать к нашему храму можно до метро Пионерская, а дальше 5 минут пешком до улицы Большая Филевская, дом 65. 2 минуту. Продолжение следует... Продолжение следует...